Музыка Со следующего года отечественные предприниматели получат существенную фору. Три года без проверок подоходного налога. Как будут работать казахстанские бизнесмены в условиях очередного моратория? Помогут или все-таки навредят нововведение малому и микробизнесу? Попробуем разобраться. Это актуально. Здравствуйте. Музыка Все понимают, моратория – мера вынужденная. Мелких предпринимателей в нашей стране якобы задушили всевозможными проверками. Да и с налогами они не справляются, не могут развиваться и чаще всего закрывают дело. Сейчас, возможно, станет полегче. Появится много новых поблажек, однако ответственность никто не отменял. Мне участились звонки предпринимателей, которые говорят, раз уж нас не будут проверять и мы не будем платить налоги, то, может быть, нам закрыть ИП и работать спокойно? Нет, так нельзя. Вы по-прежнему будете вести бухучет, сдавать отчеты по налогам, как полагается. Просто вы будете корректировать сумму налогов, которые вы должны оплатить до нуля. И будет это длиться в течение трех лет. Со следующего года предприниматели получат возможность выйти на совершенно новый уровень. По сути, бизнесу дают встать на ноги, начать расширяться. Главное при этом не нарушать налоговое законодательство, добросовестно вести бухгалтерский учет и внедрять кассовые аппараты. Кроме того, никто не отменял наказание, например, за сокрытие реальных доходов или работу без открытия официального ИП. Вплоть до запрета на занятия предпринимательской деятельностью. Сейчас для МСБ созданы хорошие условия. Мы освобождаем от уплаты налогов малый и микробизнес. Еще раз хочется подчеркнуть по поводу обращения, что мы оставляем это требование и в рамках действующих планов продолжаем работу. Мы хотим создать такую систему, которая исключит физические контакты инспекторов налоговых. Хотим сделать систему прозрачную, максимально сократить административные барьеры, вместе с тем, чтобы налогоплательщики все-таки понимали, что налоги – это средства, которые позволяют государству, правительству инвестировать в социально важные задачи. Для справки к субъектам микробизнеса относятся предприниматели, в штате которых работает до 15 человек. А годовой оборот не превышает 75,7 миллионов тенге. Малый бизнес – это не более 100 человек рабочих и оборот до 750 миллионов тенге. Кстати, после объявления моратория на проверки, некоторые предприниматели стали дробить свой бизнес и оформлять доли на родных и близких. Эта уловка позволяет им при крупных оборотах оставаться неприкасаемыми. Когда бизнес ведется в цифре, совсем другое дело. Тем более, малый и микробизнес со следующего года освобождается от уплаты налогов на три года. Ноль налогов – это же манна небесная. Это уникальная возможность бизнесу перейти на совершенно другой уровень, цифровизироваться, стать более устойчивым, получить возможности по льготному финансированию, использовать другие преференции от государства. Теперь главное, чтобы предприниматели правильно восприняли помощь от государства. В стране не нужна очередная толпа слабых и независимых бизнесменов, которые банкротятся при малейшем потрясении рынка. Нам нужны сильные и самостоятельные менеджеры, те, кто как только окрепнет, будут развиваться дальше, а не сидеть на шее у государства. Это актуально. До встречи.